Здравствуй, путник. Сегодняшняя история называется «Незабвенной». Автор истории – пучок перцепций. Присаживайся поудобнее, ведь тебя ждет довольно длинная и интересная история. А перед началом прослушивания я благодарю Дмитрия Чугунова за донаты, а также благодарю всех подписчиков Бусти, которых вы видите на экране. В особенности подписчиков Алистер Гарфилд, Соня, Виляна Тромбон, Глашатой, Ирина Житкова и Руслан Буранов. И, конечно же, огромнейшая благодарность Алексею Ульянову. Вы все очень помогаете каналу. Спасибо за подписку на Бусти. Внимание! История содержит ненормативную лексику. Ну а теперь к истории и приятного прослушивания. Когда прошлое возвращается в твою жизнь, как правило, начинаешь думать, что за последнее время могло пойти не так. По крайней мере, так я и начинал мыслить, стараясь найти причину уже в настоящем. Отыгрывать все дальше назад, пока не найду ту условную точку, после чего все начало идти наперекосяк. Сейчас это особенно важно, учитывая, какое прошлое начало настигать меня. Каждый из вас с теплотой и трепетом может произнести фразу «Верните мне мой 2007-й», вспоминая при этом что-то исключительно свое, укромное и не подвластное давлению времени. Думаю, на этом не стоит заострять внимание. Кто помнит, тот поймет, а другим это будет не особо важно. Просто это время и есть та самая точка, до которой мне пришлось отыгрывать все назад, после того, кто пару лет назад всплыл в моей жизни вновь. Лично я ненавижу тот проклятый год и никогда бы не хотел вернуть его вновь. И сейчас попробую рассказать вам почему. 2007-й был годом, когда мы переехали с семьей в другой город. Мой девятый класс. Человеком я был необщительным, коим являюсь и по сей день, так что родительское заклинание «Найдешь новых друзей» не сработало, сколько бы раз они его после переезда не повторяли. В семье моей все тогда шло не особо гладко. Родители вроде как были на экваторе своих отношений, и сейчас, спустя года, примерно осознаю, что это была проверка обстоятельствами и временем. Даже понимая я хоть что-то во взрослой жизни, в то время мне бы это никак не помогло. Тогда, да и наверное сейчас, об этом не разговаривают, особенно с детьми. В класс, куда меня определили, я сразу не вписался. Компашка годами сплоченных мажоров на всех смотрящих свысока, торчки и надежда школы в одном лице. Первые недели даже пытался с ними общаться, но как-то быстро затерялся в собственном обществе на обочине класса. Единственным, что держало меня в этом мире, была Верховная, она же Святая Троица. Блэк Метал, Тайм Зеро и Музыкальная Школа, где я обучался игре на гитаре. Именно эти три столпа, три ментальные опоры, помогали мне условно выживать в то время. Конечно, я не был одним из тех воинов, что воюя с реальностью, спиваются или начинают чикать людей, пока остатки потекшего чердака обдают теплом плечи, но свой ответ на тотальную безысходность у меня был. Футболка Гаргород, которая для меня была щитом от этого мира. Благодаря ей мог вновь идти сквозь бессмысленные, серые одинаковые будни. Эта футболка спасала меня, но она же и стала во многом тем фактором, что в конечном счете сгубил меня, как бы это банально не звучало. В конце сентября помню, как всегда возвращался домой с музыкалки. В тот день шел монотонный холодный дождь. С детства у меня была привычка ходить через дворы, и в новом городе с музыкалки у меня почти сразу появился свой короткий путь. Через пустыри, футбольное поле, гаражи и кусок заброшки, где штабелями были навалены огромные бетонные плиты, оставшиеся от умершей стройки. Там на этих плитах, не прячась от дождя, сидела большая компания. Гаргород, хуяси, малой, давай к нам! Из группы людей делился чувак с длинными волосами в черной потертой косухе. Под ней была видна футболка со сгоревшей церковью. Они пили портвейн, слушали музыку и подставляли лица холодному дождю. В 2007 году были сплошь и мори до готы, и по их виду сначала мне показалось, что это компашка около готов, но потом чувак, который окликнул меня, представился. «Я Леха», — сказал он. «Мы типа адские сутунисты, ну короче ты понял», — пошутил он, и мы пожали руки. Далее он представил меня их компанией, которая была далеко не маленькой. В компании Леху называли Листат, из-за внешней схожести с главным героем фильма «Королева проклятых». Был еще Нора, однорукий Толян, дядя Игорь, ему было уже тогда лет под сраку, и все называли его дядей. Кмарина, Катя, которая в середине жизни осознала, что ее зовут Марина, но все по приколу называли ее Кмарина. Седой Сергей, ему было 18, а он весь уже был седой. Голодный, он же Кирилл, чувак, который никогда не ел, и никто в компании ни разу не видел, как он принимает пищу. Была еще мать Валя, почему она мать, станет ясно при жутких обстоятельствах. Про Таирей Михаил, на моей памяти, когда я бы не приходил в компанию, он всегда валялся пьяный, и я знал его заочно. Был еще Шура колесо, из-за того, что он водил машину и когда надо было возил нас. Масло, Шаман, Аня, Пенсия, Витя, Мираж, Стас, Вован, Митя и его друг Пиздец. Их было куда больше, когда компания выбиралась за город, на природу. Всех уже и не вспомнишь. Тогда именно Листат меня знакомил со всеми, он же, можно сказать, взял опекунство надо мной. Вроде как они были сатанистами. Эпизода, где бы это Листат отдельно обозначил, в моей памяти не было. Говорил он об этом скорее в шутку. Позерство то было или нет, в то время понять мне было трудно. Помимо этого, они говорили и главное верили в то, что наш мир далеко не такой, каким его принято считать. Верили в потустороннее мистику. Совершали регулярные вылазки на заброшки, дурные места, кладбище. До встречи с ними после музыкалки я обычно шел домой и до раннего утра задротил в Таймзера, но теперь стал гулять с ними каждый день. Мы пили портвейн, бродили где-то по рельсам за городом. Ближе к ночи мы шли куда-нибудь на территорию заброшенных заводов, на технические этажи. Иногда они баллоном что-то писали на стенах, иногда мы полили костры и грелись возле них. Цели как таковой не было. Огромная компания может и была самоцелью. Чем больше, тем лучше. Минул наверное месяц, почти с каждым мне довелось пообщаться лично, узнать их получше. Даже двухметровый и грозный на вид пиздец, и тот оказался на деле довольно добродушным чуваком, который обожал восьмибитные приставки и мог часами говорить про Денди. Со всеми мне более-менее удалось наладить общение, кроме дяди Игоря. Как бы я ни пытался заводить с ним разговор, и в какой степени подпитости бы он не был, говорил мне он всегда одно и то же. Отъебись, малой. Меня, к слову, в компании все называли малым, потому что я был младше их всех. Почему-то его мое присутствие раздражало, ко мне он не скрывал агрессии, по возможности называл долбоебом и посылал. Сначала я не понимал, почему это происходит. Был даже случай, когда он запустил в меня пустой пивной бутылкой, в тот день, когда Листат сказал, что я готов пройти посвящение. Тогда дядя Игорь что-то кричал, как обычно крыл меня матом. Его слова тонули в шуме огромной компании. Он был единственным, как оказалось, кто еще пытался протянуть мне руку помощи, предупредить обо всем, дать шанс. В тот вечер понять у меня это не получилось, ну а потом, как это обычно бывает, стало поздно. «Ты обязан пройти пару испытаний, которые докажут, что ты достоин», — говорил Листат и ввел меня к первому из двух испытаний. «Первое испытание — это полная ерунда. Каждый из нас проходил его, даже к Марине». Был вечер, и мы шли в сторону одного из спальных районов. «Ты же слышал историю про горьковского садиста, наш городской маньяк? Убивал детей у себя в квартире среди бела дня. Пытал их настолько страшными способами, что материалы дела до сих пор засекречены. Знаешь, в чём его фишка была? Он квартиру снял в доме для глухих. Да, прикинь, у нас есть такой в городе. Там раньше было целое общежитие для глухих. При одном ПТУ, что ли. А в девяностых волшебным образом комнаты стали квартирами. Магия прям. В этом доме потом так и повелось. Квартиры брали только глухие. Не знаю как. Может, сарафанное радио?» — сказал он со смешком и продолжил. А этот старый хуй прохавал, что там живут только глухие. А в его деле это чуть ли не идеальные соседи. И стал туда водить детей. А что, крика всё равно никто не услышит. Конечно, не Чикатило, но по меркам нашего города устроил натуральный геноцид. Восемь детей. Всего за три года. Наверное, мог бы он и дальше орудовать. Да так стал он бухать по-чёрному. Банально попался на том, что забыл дверь свою закрыть. Набухался, обоссался и заснул в процессе. Кто-то из соседей заглянул. А там, как в техасской резне бензопилой. Ну и загребли его. Хата его опечатанная стояла. А потом народное негодование было. Пару раз пытались сжечь её, стёкла били, погромы там устраивали. Ну, а мы тоже без дела не сидели и стали наведываться туда. Виктор Андреевич меня туда лично водил, закрывал на ночь. Это твоё первое испытание. Мы подошли до ничем не выделяющейся на фоне других домов пятиэтажки и зашли внутрь. Обычный подъезд, обычная лестница и коридор. Последняя деталь была нетипична для жилых домов. Вдоль коридора были двери, как в общагах. Мы поднялись на пятый этаж, дошли до конца коридора. Там, в самом тупике, была грязная и списанная матами дверь. Листат начал звенеть ключами и открыл большой навесной замок. Внутри вонялась санина и пылью. Комната была пустой, только сбитые дощечки паркетного пола валялись везде. Никакой мебели или следов того, что там вообще кто-то жил. Фонарик Листат осветил по сторонам. Все стены вокруг были в граффити и матерных надписях. Будто каждый, кто побывал здесь за всё это время, оставил надпись на память. Хоть визуально внутри ничего жуткого не было, ощущение от нахождения внутри было довольно неприятным. Каким-то гнетущим, что ли. В голову лезло всякое дерьмо. Не страха, а что-то тягостное. Какие-то несформированные сожаления. Горечь, смертная тоска. Ощущение беспомощности. «Смотри, что сейчас будет», — начал Листат. «Всё очень просто. Ты мне сдаёшь телефон, а я тебя закрываю. До утра. Утром с первыми лучами солнца. Буду как штык», — сказал он и протянул руку, ожидая мой телефон. «А от меня что требуется-то?» — спросил я, не понимая суть происходящего. «От тебя требуется ждать и внимательно слушать. Здесь обитают души тех, кого не услышали. Ты, главное, не пугайся. Знаешь, почему Серёга седой? Он слишком сильно испугался». Он радостно хлопнул меня по плечу. «Что бы ты тут не увидел ночью, что бы тебе не говорили, не верь этому. Они будут пугать тебя, но не со злости, больше от скуки. Они уже давно ничего не чувствуют. Помни, они умерли. Ты здесь не для того, чтобы просто дождаться утра. Ты здесь, чтобы доказать нашей компании, что ты достоин». Виктор Андреевич был умнейшим человеком. Он нашёл последовательность. Он знал, как совершить переход. «Скоро ты всё поймёшь. Наберись терпения. Пробыть здесь ночь важно для перехода. Будь очень внимателен. Но, повторюсь, что бы ты тут не увидел, помни, они ничего тебе не смогут сделать. Они давно умерли». «Охереть, чел, это какой-то ВИ получается. Ты меня тут закрываешь и уходишь? Мне может ещё круг на полу нарисовать?» Листат засмеялся. «Ладно, давай телефон, и я пойду. Не ссы, я тоже был здесь, и мне тоже было пиздец как страшно. Особенно, когда Виктор Андреевич рассказывал про всё это. Он был великий человек. Ладно, давай трубу». Я протянул ему телефон, и я стал состоять на месте. «Дай хоть пару сигарет». «Не положено. Свет может отпугнуть мёртвых и привлечь тех, кого привлекать не стоит. Ладно, увидимся утром». «Надеюсь». Он засмеялся и закрыл дверь снаружи. Его последняя фраза меня конкретно застремала. После того, как он ушёл, я так и остался стоять на том же месте в центре комнаты. В коридоре ещё было слышно удаляющиеся шаги, а мне уже расхотелось тут находиться. Вдруг пришло какое-то осознание глупости того, что происходит. Мне нравилась их компания, проводить время с ними, говорить о музыке и пить алкоголь. Других друзей у меня не было. В школе всё было ужасно. Дома родители постоянно ругались. И перед тем, как я ушёл, даже не спросили, какому другу я иду с ночёвкой. Компания Листата для меня была чем-то большим, чем просто друзья. Пусть и сейчас это звучит слишком наивно, но тогда мне не хотелось их терять, подводить их доверие или прослыть слабаком. Поэтому я и согласился на всё это. Часов у меня не было, и судить о течении времени было сложно. Периодически, внутри дома раздавались какие-то шумы. Гул, как когда стиральная машинка переходит на отжим. Редкие хлопки дверей где-то в глубине. Довольно быстро и этот шум стих. В доме было очень тихо. Внутри комнаты было негде присесть, и всё это время я просто стоял на одном месте. Окно, что было по правую руку, иногда посвистывало, пропуская внутрь холодный воздух. Оно было забито досками и кусками мебели, просветов толком не было. Темнота была такой, что, махая перед глазами своей рукой, я её не видел. Если бы я сделал шаг в сторону, то перестал бы понимать, где я нахожусь в пространстве. Пока моё место было неизменно, у меня была картинка комнаты в голове. Слева входная дверь, справа окно, за спиной стена и кусок доски вырванного из стены утопленного шкафа. В голове было очень много хаотичных мыслей. Что за переход? Кто такой Виктор Андреевич? И почему Листат говорил о нём с таким уважением? Стоя на одном месте, я держал руки в карманах Пайты и переминался с ноги на ногу. В комнате становилось холоднее. Не знаю, сколько прошло времени, но постепенно у меня начали затекать руки и шея. Двигая лопатками и крутя головой, я разминался. Руки в карманах Пайты стали ледяными. Вытащив их, я попытался подтянуть рукава, чтобы спрятать ладони внутрь. Правая рука прошла без проблем, а налево избился рукав. Расправляя руку по шву, я тряс её и тянул вниз. Это была всего секунда, миг. Всё произошло слишком быстро, чтобы вскрикнуть или отпрянуть. Маленькая холодная ручка обхватила мою ладонь и крепко держала её. Страх сковал меня. В этой маленькой ладони была чудовищная сила. Что-то держало меня крепко, с силой стискивало мою ладонь. Маленькая ручка тянула меня вниз, вела куда-то. Тысячу раз мне случалось видеть фильмы ужасов, и столько же раз я ставил себя на место главного героя. Но когда нечто явно выходящее за рамки нормального произошло со мной, кричать не хотелось. В глубине души я верил, что всё это окажется проделками листата и нашей компании. Что где-то здесь есть потайной лаз, и они незаметно пробрались внутрь. Но этот холод, обжигающий, такой настоящий, был куда сильнее всех аргументов разума. Кто бы там ни был, он начал водить меня по комнате, кругами, держа за руку. Постепенно круг становился всё шире. С каждым кругом мы были всё ближе к стенам. Врываться из этих маленьких холодных цепких ручек не стоило и пробовать. На одном из кругов я попытался потянуть руку на себя, на что услышал рык в области пола. Мне хотелось верить в розыгрыш. Моя рука из вертикального, опущенного по швам положения, приобретала всё более горизонтальное направление. Будто тот, кто держал её, свободно двигался по стене. Голова пошла кругом. Меня начало тошнить. Не знаю, был это тысячный круг или десятитысячный. Содержимое желудка просилось наружу всё сильнее. Моя рука была уже почти над головой, а тот, кто держал её, ускорялся. Поспевать за ним становилось очень трудно. Голова сильно кружилась. Перед глазами пролетали вспышки. В нос бил тяжёлый металлический запах крови. Это продолжалось целую вечность, а затем меня вырвало. И тот, кто держал меня за руку, отпустил её. Судя по звукам, он бежал вдаль минуту, затем другую, в маленьком помещении. Это вызвало ещё один приступ тошноты. Несколько секунд было слышно лишь эхо от его бега, а затем настала полная тишина. Меня ещё раз тошнило. Теперь в комнате, помимо запаха пыли и санины, была горькая вонь рвоты. Вскоре в пространстве она обозначила отдельную область комнаты, к которой той ночью я старался не приближаться. Присев на корточке ближе к двери, я попытался собраться с мыслями. У меня ещё была вера в то, что за дверью листаты вся наша компания, что они меня просто проверяют, и стоит мне постучать, всё закончится. Для них я превращусь в лоха и труса. Отголоски слабости после тошноты мешали думать, не менее сильно, чем испытываемый страх. К этому добавился какой-то совсем ненормальный холод. Дыханием согревая свои руки, я тёр ладони. Делал так до тех пор, пока что-то из темноты не начало тоже дышать мне на ладони, только холодным воздухом. Снова головокружение и тошнота. Ночь была какой-то бесконечной. Просветы всё никак не появлялись в той области, где должно было быть окно, и листа-то как назло не было. Мне казалось, что внутри этой комнаты моё пребывание длится уже целую вечность, что вот-вот рассветёт, и он откроет дверь. И вместе с этим было другое чувство, не менее сильное. Страх того, что прошло всего 20 минут, и для того, чтобы случилось что-то ещё, времени более чем достаточно. Однако, сам того не заметив, начал различать в темноте детали комнаты. Начало только-только светать. Сквозь крошечные щёлки в комнату пробивался свет. По мере того, как в комнате светлело, время будто ускорилось, и вскоре за мной пришёл листат. С ним был Нора, один из его самых верных друзей, и Шура Колесо, который привёз их. Они подбадривали меня, хлопали по плечу. «Вообще красава! Молочага! Справился!» Нора и Шура Колесо ничего не спрашивали. Мы выкурили по сигарете на улице. Они сели в машину, а мы с листатом остались стоять. «Ну как?» – спросил он. «Вы мне что-то подмешивали, да? Наркоту какую-то? Что это было?» «Ничего мы тебе не подмешивали, малой. Сам же знаешь, что всё это было реально», – сказал он и добавил. «Ты, главное, никому не рассказывай, что видел там, а особенно то, что тебе сказали». «Так мне ничего не сказали. Вообще ничего». «Ну, то, что увидел, значит, об этом не слово», – будто извиняясь, проговорил листат. «Увидел? Да я там и ладонь свою перед лицом не видел. Вообще нихера не видел, не слышал и уж тем более не понял». На этом разговор закончился. Мы сели в машину, они подвезли меня до дома, и мы попрощались. Придя домой, я первым делом пошёл в душ. Родители ещё спали, был седьмой час утра. Сняв с себя вещи и зайдя в душевую, начал мыться. Вода казалась чем-то сакральным, будто она смывала то, что произошло. Постепенно события минувшей ночи, те переживания уже не казались такими острыми. У меня всё ещё было подозрение, что мне что-то подмешало листат с пацанами, а всё минувшее было не более, чем галлюцинации. А потом я увидел свою левую руку. На ней были восемь маленьких грязных полосочек, след от маленькой ладошки. Это мне понимать не хотелось. Оно выходило за рамки всех объяснений и той безопасной картины, которая у меня почти сложилась. То, что было на моей левой ладони, противоречило не только логике, оно было чуждо нашему миру. Грязные следы, восемь маленьких пальчиков. Может очередное наваждение от недосыпа? Мыло было бессильно, мочалка тоже. Помогла только пемза для пяток, и то после того, как показалась кровь. Листату я об этом не рассказывал, просто пришёл с перебинтованной рукой на следующий день. Дальнейшие несколько недель проходили в обычном ритме. Мы пили, гуляли где-то за городом и собирались по вечерам в заброшенном детском садике. Там, внутри двухэтажного дома, где второй этаж обвалился, на груди балок и камней мы зачастую проводили вечера. Именно там Листат сказал мне, что вскоре будет моё второе испытание. Признаться, мне и первого испытания хватило, но терять друзей, а их в то время я таковыми считал, мне не хотелось. Мы хорошо общались с Листатом. Он пару раз с пиздецом, шаманом и норой приходил ко мне в школу. Наведывались к мажорам с моего класса, так что вскоре в классе меня больше никто не трогал. Листат умел располагать к себе. У него была какая-то природная харизма. С детства он был сиротой и до 15 лет жил у бабушки. Работать он не работал, но деньги у него постоянно были. Часто мы могли отсечься от общей компании, и он устраивал мне экскурсии по местам боевой славы нефорского движения 90-х. Старые нефоры, музыканты, которые так и не стали популярными, поэты одного стиха, писатели в стол, художники-неудачники. Они были интересными людьми, их всех объединяло то, что в какое-то время у них не получилось. Листат никогда не рассказывал о себе в контексте творчества. Будучи бесконечно интересным собеседником, он умудрялся обходить эту тему так ловко, что в процессе вопрос становился неуместным. Помимо этого, он умел вдохновлять, поддерживать, и конечно же он умел, где нужно надавить, манипулировать, вызвать чувство вины, играть на этом. Говорил, что в нашей компании из-за своей юности я многих напрягаю. Давил на то, что мне нужно пройти заключительные испытания. Масло, мать Валя и пенсия и так постоянно против того, что тебя с нами звали. Даже про Таирей Михаил мне уже высказывался на этот счет, сказал Листат. Да я даже никогда с ним не общался, он всегда пьяный валяется. Не было ни единого раза, чтобы я видел его в сознании, негодовал я. Во-во, понимаешь, насколько важно себя показать сейчас, чтобы даже у таких, как он, не было вопросов. В этот раз испытание проходило на кладбище. Теперь нас была целая толпа. Шура колесо доставал из багажника лопаты, а мать Валя в помешательстве бегала через низкие кладбищенские ограды с воплями. Где же ты, мой маленький голодненький? Нора и пиздец выпили по рюмочке кладбищенской водки и присели за столик на одном из участков кладбища. Масло, Седой Сергей, Митя и Кмарина о чем-то беседовали стоя у въезда на кладбище и к нам не шли. Дядя Игорь, увидев меня, в очередной раз назвал долбоебом и прошел мимо. Листат, голодный и однорукий талян дошли до машины Шура колеса и начали доставать из багажника не менее странные в свете вечера вещи. О том, что это будет за испытание, Листат мне не говорил. Но видя, как они достают из багажника лопаты, небольшой, но явно меньше моей комплекции гроб, я испытал дурное чувство. Что-то между дежавю и обмороком. Будто это уже было. Когда-то очень давно. В цикличном времени это событие было так далеко, от меня позади, что уже начало проглядываться как событие будущего, маячить на горизонте. Последними пришли Мираж и Вован, два парня за 20, которые иногда просили меня показать им пару аккордов на гитаре. Они несли метровое зеркало, завернутое в газету. Сегодня тебе предстоит не самый легкий путь, но к счастью, если ты преодолеешь его, то будешь готов к переходу. Тебе нужно будет похоронить свое отражение, вместе с зеркалом и тем, кто отразится в нем помимо тебя. Но не пугайся. Пока зеркало цело, тебе ничего не угрожает. Смотри, будь осторожен. Смотреть куда-либо помимо зеркала нельзя, иначе рискуешь увидеть того, кто отражается в зеркале, только уже наяву. Все очень просто. Держи его крепко на вытянутых руках. Смотри на себя, смотри за свою спину. Только не вздумай смотреть по сторонам, оглядываться или отрывать взгляд от зеркала. Рискуешь стать портретом на одной из могилок. Сказал Листат, и вместо типичного для подобной жути смешка, стал еще более серьезным. Реально, малой, то, что было на той хате ночью, полная хуйня. Тут можешь и крякнуть. Виктор Андреевич врать бы не стал. Он всякого успел насмотреться за свою жизнь. Короче, и мы пойдем копать могилку для... Вместо слов он прервался и кивнул головой на зеркало. А ты иди с голодным маслом и дядей Игорем. Они покажут тебе исходную точку. На самом деле, все не так страшно, как кажется. Главное, иди на зов. И наблюдай за тем, кто идет за тобой. Ориентируйся по зеркалу. Они тебя могут и за минуту привести к нужной могиле, а могут поводить по кладбищу. Ты только не ссы. Главное, запомни. Как только дойдешь до могилы и гроба, зеркало на тех же вытянутых руках подними чуть выше своей головы и уже в него не смотри. Клади в гроб, а там уже будут наши. Они закроют его крышкой и все. Дальше мы похороним тебя. Листатор смеялся. Ну, не тебя, а твое зеркало. Твое отражение. Короче, потом расскажу. Давай, не подведи малой. Сказал он и пошел вместе с пиздецом и Митей копать могилу. Я направился к голодному дядю Игорю и Маслу, ожидая, что они отведут меня на исходную позицию. Мы начали двигаться вглубь кладбища. Сбоку, прижавшись к одной из могильных плит, сидела мать Валя. Сначала мне показалось, что она просто обнимает надгробие, но потом я присмотрелся. Мать Валя держала бледную грудь и прижимала ее к овальному выпуклому портрету, к губам покойника, что был на фотографии. «О, мать Валя кормит детку», — сказал Масло и улыбнулся. Мы прошли мимо, она продолжала лепетать что-то себе под нос и тыкать грудью в портрет на плите. Голодный нес зеркало и что-то рассказывал Маслу, а дядя Игорь без перерыва напоминал мне, какой я долбоеб и что лучше бы я никогда не появлялся в их компании. Довольно быстро мы вышли на небольшую горку, где в кучу были свалены старые венки, сломанные ветки и другой кладбищенский мусор. Голодный дал мне зеркало, Масла пожелал удачи, а дядя Игорь в очередной раз обозвал. Так они и ушли, оставив меня одного. Зеркало было не слишком большое, может метр в длину и где-то полметра в ширину. Своим размером оно только закрывало обзор спереди. Вместе с этим, держа его в руках, меня не покидала мысль, что оно вот-вот лопнет, слишком ненадежным оно было на ощупь. Вспомню слова Листата. В ту ночь в мою голову вылезло много дурных мыслей, но ни одна не заставила меня бросить весь этот абсурд. Мне не хотелось терять единственных друзей, поэтому я медленно стал передвигаться. Куда идти не представлял. Аккуратно ступал, смотря то на свое едва видимое в свете луны отражение, то на темноту позади себя. Руки очень быстро забились, не прошло и десяти минут, плечи начали гореть. От этого бросить всю эту затею захотелось еще больше. — Да брось ты это зеркало, не гони, ты вообще в своем уме? Подумай, чем ты тут занимаешься? — сказал очень знакомый голос спереди. Мне показалось, что это кто-то из нашей компании чуть исказил свой голос и говорит со мной. — Стас? Пенсия? А не, Вован! — перечислял я. Этот же голос зазвучал вновь, только теперь уже за моей спиной. — Что он тебе в этот раз наплел? Что будут хоронить твое отражение? А ты не боишься, что ты сам отражение? Что гробик для тебя? Не? Не думал про это? Секундная пауза и голос снова зазвучал спереди. — Ты не думал о том, что все, чем вы занимаетесь, может быть не просто позерством, а иметь прямые последствия? Думал ли ты, какова цена подобных ритуалов? Кто-то кинул мне маленький камушек в спину, затем еще один. Не сильно, казалось, они кидают их цели в зеркало. Щебенка падала то где-то позади, то у самых моих ног. В отражении я увидел лишь слабо различимые фигуры. Все сливалось. Каменные плиты, деревья, силуэты. Позади меня вдали точно кто-то был, и мне хотелось верить, что это лишь прикол кого-то из компашки. Голос продолжал звучать то спереди, то сзади. Я двигался только вперед, аккуратно и медленно ступая. Камушки еще иногда падали возле меня, но уже намного реже. Тогда у меня была стопроцентная уверенность в том, что говорит кто-то из компании, что все это хороший спектакль, но по мере того, как я уходил вглубь кладбища, картинка в отражении зеркала меня полностью обескуражила. Двигаясь вперед, отражение того, что было позади меня не отдалялось, а наоборот приближалось. Это вконец сломало мне мозг. После этого я начал шагать назад, задом наперед. С этого момента была тишина, со мной больше никто не говорил. Теперь мне было страшно. Хорошо, когда можно просто не верить. Это отлично помогает. Но когда происходит нечто подобное, разум сдается, замолкает и приходится оставаться один на один с подобным. Со мной случилось именно это. То, что происходило, не укладывалось в голове, ровно до той поры, пока сзади меня не начали проглядываться и два различимые вспышки. Дальше любые рассуждения о вменяемости или невменяемости уже лишние. Короткие вспышки повторялись с разной периодичностью. По мере того, как я двигался вперед, размер их чуть увеличивался. Они прыгали под странными углами, и мне никак не удавалось понять, что это. Стоит мне чуть повернуть зеркало, и вспышка проносилась под одним углом, еще немного, то под другим. Тот самый путь назад продолжался не слишком долго. Что-то приближалось ко мне и вместе с этим отдалялось. Звуки позади становились все громче. Шаг. Кто-то приближается. Если останавливался я, останавливался и он. Мои мысли уже не крутились вокруг компании, они были более мрачные. Какие-то догадки были, и вскоре выяснилось, что от истины они были не так уж и далеко. Кто-то за моей спиной приближался. По мере его приближения все быстро складывалось в моей голове. Этот кто-то тоже нес зеркало, как я на вытянутых руках, и так же шел задом наперед. Он полностью повторял мои действия, и казалось зеркалил меня, один в один. А потом мы столкнулись. В верхний угол моего зеркала мне был виден край его зеркала. То, что происходило, казалось каким-то сюрреализмом. Света луны едва хватало, чтобы что-то видеть, не говоря уже о возможности разглядеть того, кто был за моей спиной. На подставу от листа-то это не походило. Тот, кто был сзади, подчинялся моим действиям. Он не делал ничего своего, только повторял. Как бы я ни старался, разглядеть его не получалось. Был виден лишь кусочек его головы. Никакой явной жути, и от этого мне было только хуже. Страху было необходимо как-то выйти наружу, но в этой жуткой ситуации мозг не находил никаких внешних ужасающих образов, и вскоре он будто сам начал их дорисовывать, только уже на моем лице. В темноте там и так чудилось нечто страшноватое, но теперь это были вполне реальные черты. Ветки, колючки, они будто торчали из головы. Безобразие лица постоянно трансформировалось в более острые, грубые формы, и по мере этих трансформаций тот, кто был за моей спиной, все сильнее упирался в меня. Он словно перестал быть отражением, и начал навязывать мне движения, не подчиняться которым я уже не мог. Толкая, он смещался в сторону, обходя меня, и за короткий миг мы поменялись с ним местами. Теперь он был на том месте, где несколько секунд назад стоял я, и без каких-либо колебаний он начал уходить. Уходить начал и я. Теперь при движении вперед, отражение не приближалось, как было до этого. Теперь оно отдалялось. После этого мой путь продолжался недолго. Впереди стали различимы голоса. Это был Листат и наши ребята. Они ждали меня. Дойдя до них, я вспомнил наставление Листата и поднял зеркало над собой, закрыл глаза и погрузил его в небольшой гроб. Только после этого, чуть отойдя от пережитого, на меня нахлынула горящая боль в плечах. «Можешь открывать глаза», — сказал Листат. Митя и пиздец начали закапывать могилку, а Листат предложил мне пройтись. «Ты справился, молодец. В тебя, если честно, никто особо не верил. Скоро тебе все станет ясно, и то, что тебе кажется сейчас полным бредом, обретет смысл. Ты, наверное, не один раз задавался вопросом, к чему все это. Думаю, следует тебе для начала рассказать про Виктора Андреевича, а уже потом про переход». «Ты слышал городскую легенду про четверки?» — спросил Листат. «Ну да, Лист-666, все дела. Мне Мираж не столь давно ее рассказывал». «А ты знаешь, почему четверки?» «Ну, типа там все квартиры в доме были четверками. Одна четверка, две четверки и так далее», — сказал я. «Не, мимо. Ты, наверное, слышал историю про то, что в том доме, если нажать шесть раз цифру 6, то попадешь в измерение, из которого нет выхода, и везде цифра 4. Ну, это как раз и есть байка, однако ноги у нее растут из реальной истории». Когда-то Виктор Андреевич рассказывал мне реальную историю того дома. «Четверки. Почему у него такая дурная слава в нашем городе?» «Слышал же про завалы на шахтах. Особенно, когда там метан взрывается. В девяносто первом году у нас была одна из самых страшных аварий за всю историю города. Больше ста человек. Тогда власти жопу рванули, чтобы показать сострадание. Время новое уже начиналось, надо было балла зарабатывать». Тогдашний мэр пообещал новое жилье каждой из пострадавших семей в течение двух недель. Сорвал с места 12 областных ремонтных бригад и согнал на пять этажей голых стен. Пригнал туда людей, которые вообще к стройке толком никакого отношения не имели, особенно к жилой. День и ночь они ебашили, принимали там настолько нестандартные строительные решения, что из уродства со временем они перешли в форму гениальности. Делали из того, что могли собрать по области, буквально из всего. Влепили вместо лифта шахтный подъемник в жилой дом. За каким-то хуем ставили входные двери внутри комнат, ванны, туалетов. Оконы и отливы внутрь квартир вместо подоконников. В одной части дома, в переходе с четвертого на пятый этаж, поставили секцию подъездной лестницы вверх ногами. Будто да, он и строили. Ну дом натуральный, Франкенштейн. Усрались, сделали убожество, нежизнеспособное уродство, но в две недели уложились, и всем семьям пострадавших, которых было больше ста, выдали ключи. Теперь представь, каково было там жить, особенно после такого сильного горя. Дня не прошло, а у них уже канализация начала затапливать верхние этажи. Кто-то неправильно установил стояки. Вроде нужно жаловаться, а тут перестройка, вокруг полная жопа. Денег нет, работы нет, нужно как-то выживать. Так они и жили в этом уродстве. Так, при чем тут мы вообще? Перебил листа-то я. А при том, что этот дом, та самая четверка из городских легенд, годами как губка впитывал человеческое страдание. Выдавать квартиры тем, кто кого-то потерял в авариях, мэрия стала на регулярной основе. В этот дом людей селили умирать, а некоторых и селить не нужно было, их будто что-то тянуло туда. Они сами арендовали жилье там, а потом также незаметно для других исчезали. Понимаешь, этот дом из-за всего страдания, накопленного в нем, из-за всей той боли, будто искривил пространство нашего мира. Прожег в нем дыру, как сигарета в простыне. Одни в ней исчезают, а другие могут использовать себе во благо. Именно таким и был Виктор Андреевич. Он сам нашел меня, пришел из другого мира, рассказал мне, как можно перемещаться. Он изменил мою жизнь, помог мне стать человеком. До встречи с ним я весил 49 килограмм и был в системе. Мы с Норой доживали наши последние деньги на хате моей бабушки, проторчали все, что можно. Нора лежал при смерти в зале, а я от безнадеги шел вешаться в спальню. И тут чудо, стук в дверь, на пороге человек. Весь такой добрый, называл меня сыночек. Я с детства сирота, отца и мать вживую никогда не видел, бабка за них даже говорить не желала. Думал сначала, что это сектант какой-то, сыночек, сыночек, а потом решил просто забить. Принял его как знак свыше. Да и жизнь с его появлением начала меняться на глазах. Вскоре я завязал, а потом и Нора спрыгнул. Виктор Андреевич начал захаживать к нам каждый день, приносил еду, алкоголь. Мы бухали, общались. Долго я воспринимал его как супер-лютого деда, который мог залпом выпить пол-литра водки, а потом сразу отжаться от пола больше сотни раз. Вскоре до нас с Норой дошло, что дед не такой простой, каким кажется. То затирал нам за устройство мироздания, то рассказывал про то, что время подвластной интерференции. Мы мало понимали смысл его слов, но чем больше мы его узнавали, тем сильнее менялся мир. А потом были его ритуалы. Я так же, как и ты сейчас спрашивал, зачем это, какой в этом смысл? А Виктор Андреевич предлагал набраться терпения. А потом было это, сказал листатый, развел руками по сторонам, имея в виду кладбище. Виктор Андреевич говорил нам, что он пришел из другого мира, и туда можно попасть, если вы строите соблюсти правильную последовательность определенных действий, которые могут повлиять на мир метафизически. На самом деле он говорил куда больше, но, к сожалению, от природы у меня только одна голова, чтобы все это уместить. Он называл это переходом. Все было зашибись. Мы бухали, наша компания росла. А потом Виктор Андреевич как-то резко изменился, стал очень болезненным на вид. Спрашивал, где у нас центры корректировки здоровья, на что мы только смеялись. Он искал какие-то мобильные пункты восстановления, и рассказывал нам о том, что в его мире они на каждом углу. Бесплатная медицина. Тогда впервые он коснулся чего-то, что не рассказывал никогда до этого. Нора и Пенсия воодушевленно расспрашивали его о том мире, откуда он прибыл. За несколько дней он совсем слег, и выдавал небольшие порции информации, в которые было очень трудно поверить. Он говорил, что в его мире вообще нет религии, и никогда не было христианства. Так как церковь не преследовала науку, технологическая революция случилась в 11 веке, по нашему летоисчислению. Что человечество полетело на Луну в 1490 году, и войны уже нет больше 200 лет, как нет государства и денег. Над всем главенствует искусственный интеллект, который просчитывает происходящее. Исходя из этого, выстраивает гармоничное общество. Рассказывал, что нашел в своем мире одну неправильную переменную, которая помогла ему найти дорогу в нашу реальность. А потом он рассказал, как попал в наш мир, и попросил исполнить его последнюю волю. Отвести его в четверку. Он сказал, что ему нужно попасть к себе, вылечиться, и он непременно вернется за нами. Мы не верили ему, даже когда грузили его в лифт и закрывали за ним металлическую клетку. Он все рассказал мне. До последнего я надеялся, что это просто сумасшедший дед, который любил побухать. А потом лифт уехал. Его не было минут 10. Вернулся он пустой. Внутри никого. Закончил листат. Ну, потом же он вернулся? Спросил я. В том-то и дело. Мы думали подлечиться и вернется. Да только с того дня прошло больше 7 лет, а он так и не вернулся. И ты реально веришь в его сказки про Луну в 15 веке и мир без войн? Даже больше, чем верю. Я знаю, что туда можно попасть. День и без того был полным психоделом, но последние слова листата отдавали буйным помешательством, даже на фоне того сумбура, что происходил. И что там нужно? Очередной невероятный ритуал? Боюсь даже представить. Хотел продолжить свою мысль я, но листат меня прервал. В том-то и дело, что уже ничего не нужно. Ты уже выполнил правильную последовательность, пройдя все нужные ритуалы. Дело это обычно смертное, ничего бы не было, но в твоем случае итог будет иной. Ты просто заходишь в лифт, три раза жмешь цифру 4, на четвертый зажимаешь ее и ждешь. Лифт трогается и начинает ехать. Ты будешь ехать. В какой-то момент зазвонит аварийный телефон. Я уже говорил, но повторюсь. Там не совсем обычный лифт, а шахтный подъемник, собранный из говна и палок. Панель кнопок этажей вообще от девятиэтажки. Так как подъемник из шахты, там есть телефон на случай ЧП. Он зазвонит, и все. Что все? Ответишь, и все. Угу, понятно. Прям так просто. А что должно быть сложно? Дорога в лучший мир только на первых шагах обманчива. Чем ближе к переходу, тем все проще. И что, нет никакого подвоха, призраков, жести и прочего? Нет. А вы? А что мы? Мы сразу за тобой. Без обид малой. Дети, женщины и старики вперед. Я вообще иду последним, чтоб все проконтролировать. Снова гадкое чувство. Боязнь упасть в глазах компании. Показаться трусом. Ладно. Сказал я, и мы направились к машине Шуры Колеса. Всю неделю, что было далее, весь мир словно подталкивал меня к тому, чтобы склонить в пользу перехода. Хоть вся эта история у меня вызывала сильное недоверие. Родители постоянно ругались, и отец на несколько дней уезжал из дома. Мажоры в классе набрались смелости, и снова начали меня донимать, говоря, что если еще раз я приведу своих старшаков, они на них напишут заявление в милицию. Все вокруг будто сжималось, подталкивало меня к тому, чтобы желать перехода. Лучший мир я представлял по-всякому. Чем ближе был назначенный листатом день перехода, тем сильнее мне хотелось попасть туда. В последний вечер перед назначенным днем заснуть у меня не вышло. Вопреки моим ожиданиям того, что все будет происходить с долгими паузами, красивыми речами, в ореоле ритуальной таинственности, все от начала и до конца проходило в спешке. Листат был сам не свой, озирался по сторонам, заговаривался, путал окружающих по именам, носился туда-сюда. Наверное, другой на моем месте бы все понял уже тогда, хотя другой на моем месте, наверное, попросту бы не оказался. О том, что грядет что-то дурное, говорило слишком многое. Мне даже кажется, дядя Игорь, когда в очередной раз назвал меня долбоебом, сказал что-то еще. Никак не могу вспомнить что. Вроде как, «Ты же все понимаешь! Вали домой! Назад дороги не будет!» Он привычно кинулся на меня и схватил за шиворот. Нас разняли, его куда-то утащил пиздец вместе с Норой. Листат продолжал бегать вокруг дома, внутрь не заходил. Там у подъездной двери стояли к Марине и Голодный. Они поначалу заходили и выходили, после чего бежали к Листату и что-то говорили ему. От услышанного он вновь уходил куда-то в тень двора, а затем снова подзывал их. Их поведение было очень странным. Вся эта суета передавалась мне. Я начал нервничать. При всех тех историях, здание четверки с виду было не сильно жутким. Обычная убитая в хлам пятиэтажка с парой окон, в которых горел свет. Примерно полчаса длились их суетливые перебежки, а затем ко мне подошел Листат. Пора. Мы пошли внутрь, и только там, переступив порог, до меня дошло, почему про этот дом трябят такие жуткие истории в городе. Атмосфера. Все, начиная от желтого мутного света, заканчивая спертым воздухом, отдавало страданиям. Густым, медленным и безжизненным чувством тоски. Мне хотелось повернуть назад как можно скорее, бежать домой, но Листат спешил и не слушал меня. Быстрее, у нас мало времени, скорее в клетку. Говорил он и открывал железные решетки лифта. К чему такая спешка? Все нормально? Спрашивал я. Да, нормально, заходи. Говорил он и даже не смотрел на меня. Почему-то я зашел, хотя всем чем только можно понимал, что делать этого не стоит. Леха, слушай, без обид, но мне как-то не по душе это все. Не знаю, сказал я, назвав его по имени. К этому времени он уже закрыл лифт снаружи и стоял ко мне боком. Просто делай все правильно. Три раза четыре, на четвертый жмешь и держишь. Потом будет звонок. А что у меня хоть спросят? Малой, времени правда очень мало. Жми на кнопки. Я начал сжать и попутно повторять свой вопрос. Нажал три раза, на четвертый зажал кнопку. Лифт тронулся. Что спросят, Леха? Что за вопрос? Спрашивал я, перекрикивая шум лифта. Прости! Прокричал листат. Что? Я не расслышал. Прости! Еще громче повторил он. На миг лифт двинулся вверх, а затем начал медленно ползти вниз. Я видел стоящего в подъезде листата. Напоследок он даже не посмотрел в мою сторону. Не мог посмотреть. Прости! Страх от того, что лифт поехал вниз, а не вверх, заставил отпустить кнопку. Но было уже поздно. Лифт ехал. Медленно спускался вниз. В глубину, которой здесь быть не могло. Судорожный нажал на все кнопки. Наверное, раз сто нажал проклятую четверку. Прошла минута. Затем еще. Мутного света желтой лампой два хватало, чтобы видеть за пределами кабинки какое-то движение. Лифт двигался. Спускался в никуда. Нажатие кнопок ничего не меняло. Он ехал и ехал. По моим субъективным меркам, движение длилось больше 20 минут. 20 минут холодного ужаса, страха и непонимания. Мобильный телефон никак не реагировал. Черный экран. Я был полностью один. Все было слишком далеко. Лампочка лифта уже толком не светила. Только изредка мигала, когда лифт содрогался. Тогда и зазвонил аварийный телефон. Подняв трубку, я молчал. Говорить было страшно. Гудок. Тишину на том конце линии нарушил полной тревоги женский голос. Мой, это вы по часу? По всему телу пробежали мурашки от страха. Голос стал разноситься эхом. Откуда я знаю эту фразу? Одновременно с этой женщиной вопросы начали задавать десятки других голосов. Словно все они разом звонили в скорую, милицию и пожарные службы. Просили помочь, молили о помощи. Сотни голосов с разной периодичностью просили спасти их, умоляли. К ним добавлялись другие. Одни кричали, другие переходили в беспомощные рыдания. Чем больше их становилось, тем сильнее они сливались в неразборчивый шум. Достигнув своего пика, шум стих. Безэмоциональный голос в трубке медленно произнес «Назовите номер». Отвечать что-либо было страшно. «Назовите номер». Совладав собой, я неуверенно произнес «Четыре?» Голос на том конце молчал всего пару секунд, после чего сказал «Такого номера не существует». За этой фразой был ровный гудок. Кто бы там ни был, он повесил трубку. Одновременно с этим внутри снова появился свет, а через миг за кабиной лифта начали проглядываться бетонные перегородки этажей. Все так же спускаясь вниз, я приехал на первый этаж, на то же самое место, коим оно было, когда я вошел внутрь лифта. Такой же грязный подъезд, такой же мутный свет внутри. Поверьте, если бы я детально описывал все разновидности страха, пережитые в ту ночь, все свои чувства, моя история не закончилась бы никогда. Мне хотелось поскорее увидеть нашу компанию, и я выбежал на улицу. Но снаружи никого не было, только тихая, холодная и безразличная ночь. То время пришлось на период моего взросления. 2007 год, мои 15 лет. Вместе с теми событиями формировался и я, поэтому мне очень сложно было признать частью себя исчезновение всех своих друзей в один день. Пропали все, номера были недействительны, а как искать их по-другому, я не знал. На местах, где мы обычно зависали, было пусто. Кроме них, других знакомств вне школы у меня не было, как не было и общих с ними знакомых. Было лишь одно фото очень плохого качества, на котором из-за темного освещения толком ничего не разобрать. И все. Мне даже казалось, что все это я выдумал из-за одиночества. И на долгие годы для меня это была официальная версия событий того времени. После их исчезновения все вернулось на круги своя. Снова музыкалка, таймзера до самого утра, школа и родительские ссоры дома. Жизнь продолжилась. 2007 год закончился, как и закончился 8, 9 и 10 годы. Закончились музыкалка, школа и отношения родителей. Они разъехались в разные семьи, а я уехал учиться в Одессу, где впоследствии пустил корни. Время летело до 2020 года, пока не началась пандемия. До этого с родителями я виделся только раз в несколько лет, на праздники. А в октябре отец заболел коронавирусом, и его положили в стационар. К тому времени он уже давно жил один, и мне было необходимо приехать к нему в город, чтобы в случае чего помогать. Мой отец после развода с матерью в новых семьях детей не заводил, так что моя комната, та, в которой прошло мое юношество, с того момента, как я от них съехал, стояла нетронутая. Плакаты на стенах, вторая Сонька и мой старый компьютер, который последний раз я запускал еще, когда жил с ними. К тому времени я уже был довольно сентиментальным человеком, часто предавался ностальгии, предпочитал пересматривать фильмы и сериалы, которые уже видел, перепроходить старые игры. Включил компьютер, и замер с трепетом, когда увидел на рабочем столе ярлык Time Zero. К тому времени игра, которая просуществовала 16 лет, была уже несколько месяцев как закрыта. С досадой я узнал, что ее поддержку прекратили в августе, не хватило всего пары месяцев. Я открыл корневой каталог игры, и начал искать папки, где хранились логи чата и приватных сообщений. Мне хотелось окунуться в бездонные глубины ностальгии, почитать безумные ночные переписки с соклановцами, вспомнить то время. Архив чата так устроен, что для хранения логов самого игрового чата, у каждого персонажа, с которым ты переписывался внутри игры, есть собственная папка с датой и временем. То же самое касается и приватных сообщений. Хочу отдельно подчеркнуть, мой старый комп стоял в родительском доме с момента, как я от них съехал, отключенный, в шкафу. С 2010 года с переездом в общаку у меня был ноут, а тот старый комп просто пылился и никем не использовался. Поэтому, найдя в логах папку «Листат», датированную 31 июля 2022 года, я очень сильно удивился. Там было всего одно длинное приватное сообщение, которое я приведу ниже. Привет, малой. Если ты это читаешь, значит ты жив. Простись за откровенность, но мне проще считать тебя мертвым. Проще думать, что ты не забрался так далеко, как мне кажется. Ты не помнишь, сколько раз в лифте нажал четверку? Есть у меня подозрение, что ты слегка переборщил. Ну да ладно. Ты, наверное, задавался вопросом, что произошло в ту ночь, попытался понять, куда все пропали и почему ничего не произошло. Сейчас тебе, наверное, можно рассказать ту правду, которую знал я. Ничего личного, таков мир. Помнишь Виктора Андреевича, который называл себя моим отцом? Помнишь, он рассказывал про мир без войн, полет на Луну и бесплатную медицину? Он не врал, он действительно пришел оттуда, из того мира. Спускался с вершины, пока не оказался в нашей реальности. Грязный, раздолбанный и безысходный. Не поверишь, зачем? Он искал меня, своего сына. Говорил, что я и есть та самая переменная, за которой уравнение ошибочно по своей природе, так как в своем ответе подразумевает бесконечность. Квантовая ошибка. Он был довольно умный дед. Много всего говорил. Особенно того, о чем мне пришлось умолчать. Рассказал про бесконечную вертикаль, где на вершине мир без религии, денег и войн, а ближе к нему пространство медленной энергии, торжество материи. Место, куда стремится боль, страдания, страх и горе. Глубина, где внешнее давление настолько высоко, что те, кто населяют его, трансформируются, становятся уродливыми, как глубоководные рыбы. Путь вниз бесконечный. Ты ведь заметил, что толком ничего не изменилось с твоего перехода. Мир остался таким же. Я здесь недавно. Там, откуда я пришел, эпидемии ковида нет, а у вас есть. Вот тебе и первое отличие. А таких мелочей и не только, намного больше, чем ты можешь вообразить. Наверное, у тебя назрел вопрос. Зачем я вообще куда-то переходил, если знал все это? Забавно, правда? Вроде как ты обладаешь бесконечными возможностями, но все эти возможности ограничиваются одной функцией. Не делать себе хуже. Все очень просто. Если ты начал движение вниз, твои полярности меняются. Реальность будет выталкивать тебя, стремиться к саморегулированию. С попаданием в другой мир, ты уже ошибка, которую нужно устранить. Мы с детства привыкли, что против плохой болезни помогает хорошая таблетка. Но корректировка реальности работает иным образом. Против плохого она выставляет еще более плохое. На уродство отвечает еще большим уродством. И так до бесконечности. Виктор Андреевич понял это почти сразу и рассказал мне принцип. Либо ты подкармливаешь бездну, либо она съедает тебя. Прости, малой, но мне пришлось скормить тебя. Весь потенциал твоего будущего, возможного будущего. Знаю, звучит как бред. И завидую тем, для кого эта информация таковой и останется. Но проглатывая кого-то невинного, реальность на время забывает о необходимости корректировки. Помнишь нашу огромную компанию? Мне пришлось кормить их всех. Сначала все шло гладко, а потом за мной приходили все чаще. И мне пришлось запихивать людей в лифт. Без ритуалов Виктора Андреевича. Спаивать их, накачивать наркотой и отправлять в один конец. Добром, как ты уже наверняка догадался, это не закончилось. Под раздачу начали попадать все. Даже кто был переправлен против воли и не ведал о последствиях. Они идут за всеми. Может, настало слишком много, а может, я облажался. Мне правда жаль. Помнишь дядю Игоря, который тебя постоянно хуями крыл? Так он же хотел предупредить тебя. Не один раз пытался. В этом мире они уже добрались до него. Он устал бежать, не захотел идти дальше и повесился. Годом ранее с собой покончила к Марине, но дышала с газом. Шура, колесо, масло и пиздец на скорости под 200 влетели в стену дома. Голодный, седой Сергей, мать Валя и Мираж вроде продолжают бежать, спускаться в другую, более худшую реальность, пока их вновь не найдут там. Думаю, скоро и они не выдержат, сдадутся. Малой, постарайся быть сильным. У тебя наверняка уже созрел вопрос, кто будет за тобой гнаться и почему нужно бежать. Не хочу тебя пугать, но даже сейчас, если ты внимательно присмотришься, то начнешь замечать их. Это будет неочевидно. Тебе может показаться странным их поведение, какие-то нелогичные действия. Заметишь, как соседи из твоего дома раз в день с пустыми ведрами будут ходить на мусорник, зачерпывать ведро мусора и нести его домой. Будет что-то очень близкое к подобному. Но это здесь, на мелководье. Они станут донимать тебя, сводить с ума, делать твою жизнь невыносимой. Начнут с мелочей, по капле. Ты начнешь замечать, как за тобой будут ходить толпы совершенно разных незнакомых людей. В супермаркетах они будут пробовать красить с тележки твои продукты, делать совершенную бессмыслицу. Это мягкий намек. Лучше уходить уже тогда, пока не будет слишком поздно. Довольно скудный расклад получается. Если остаться, жизнь превратится в ад. Нужно уходить. Но единственное место, куда можно уйти, тот самый ад. Как там было? Цели нет, есть только путь. Похоже, каждому из нас придется стать немного самураем. Виктор Андреевич говорил, что есть и третий путь, что можно погасить свой ум и стать невидимкой в этом мире. Помимо своей образованности, он был еще тот эзотерик. Отсюда вся та любовь к бессмысленным ритуалам. Он верил в правильную последовательность событий и эмоциональных потрясений. Честно, без понятия, зачем он с нами это делал, а позднее подобное мы проворачивали с тобой, но, наверное, в этом был какой-то смысл. Он верил, что если никак не реагировать на подобное, реальность сочтет тебя частью своего полотна, перестанет выделять и, быть может, забудет о тебе. Мне это не сильно помогло. Дам тебе совет по старой дружбе. Не затягивай, чудо не будет. Лучше как можно скорее делай переход, и у тебя будет немного времени спокойствия. Мир будет таким же, только немного другим, хуже, чем был до этого. У тебя будет месяц или, может, год, а затем они начнут подбираться к тебе. Не тяни, сразу переходи дальше. Правила не изменились. Три коротких нажатия и одно длинное. Та же проклятая четверка. Знаешь, все это время мне не давал покой один вопрос. Почему они убивали себя? Зачем убивать себя, если всегда можно сделать переход дальше, передохнуть и когда прижмут снова перейти? Можно же жить вечно, но вместо этого они убивали себя. Теперь я, кажется, понял. Ну ты и сам скоро поймешь. Вот такое сообщение, как снег на голову. Единственное реальное доказательство существования Листата. С годами я уже не помню толком, как он выглядел. Помню, что как актер из Королевы Проклятых, но не помню человека. Отец пролежал больше месяца в больнице, его выписали. Далее я уехал к себе, обратно в Одессу. Где-то через полгода я впервые понял, что имел в виду Листат. Может, кто-то из вас слышал про стараконный рынок в Одессе? По выходным дням он превращается в бесконечные лабиринты стихийной торговли, где можно найти самый безумный хлам. Мне в глаза бросились протезы. Два протеза правой руки. Рядом потертая пластиковая нога. Они лежали в ряд на красной подстилке. Возле них были выложены двумя ровными линиями зубные мосты и коронки. Зубы. Настоящие человеческие зубы. С того дня я стал очень часто замечать людей с протезами. Встречались мне не каждый день. И ладно, если бы это просто были протезы. Один из этих людей в трамвае коснулся моей руки на поручни своим протезом. И он был теплый, будто живой. А потом я начал замечать, что это не просто совпадение. И что-то вокруг не так. Реклама протезов. Протезы рук. Протезы ног. Протезы головы. Протезы ребенка. Реклама ампутаций. Горячая цена. Ампутация для всей семьи на праздник. Протезы для хлеба. Ампутация интернета. Протезы для уличного мусора. Ампутация домов. Ампутация неба. Только сегодня. Горячая цена. Успей до ампутации и протезирования нового года. Это медленно сводило с ума. В тот момент я понял, что нужно сделать переход. Приехал к себе в город и спокойно прошел в лифт. Повторил последовательность нажатия цифр. Спустился. Мне уже не слишком страшно. Наверное, я просто давно тронулся рассудком. Хочется просто пожить немного спокойно. Выбор невелик. Пара месяцев все было спокойно. А потом опять началось. В этот раз без ампутации. Теперь они периодически оговариваются. Врач от боли в колене порекомендовал мне съесть корточки. Даже выписал рецепт. Раз пять его переспросил. Он смотрел на меня как на тупого. Ешьте корточки и будете здоровы. Корточки от боли в суставах, подагры и воспалений. Корточки для поддержания корточек. По телевизору рекламируют лекарства на основе корточек, мази и таблетки. В рекламе пожилая женщина корточками мажет свои корточки. Не знаю, что слышали или видели те из нашей бывшей компании, кто покончил с собой. И что имел в виду Листат, я так и не понял. Подобное не пугает, просто медленно сводит с ума. Листат вскользь обмолвился про третий путь. Моя последняя надежда на него. В течение полугода я медитирую. И у меня понемногу получается обуздать свой ум. Игнорировать всякий бред, неправильные проявления реальности. Вроде как они отступают, сдаются. Хочется верить в спасение. Напоследок у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что вы живете не в самой лучшей версии реальности, раз уж вы читаете это. Если вы читаете это, увы, мы в одном срезе. Хорошая новость в том, что есть реальности куда более страшные. И скорее всего, вы в них не попадете. Всем спасибо за прослушивание. Ух, такая вот большая, интересная и жутковатая история вышла. Надеюсь, она вам понравилась. Мне же она очень понравилась. Особенно момент со звонком телефона в лифте и момент с протезами. Подписывайтесь на канал, если этого вдруг еще не сделали. Подписывайтесь на телеграм-канал, группу ВКонтакте. Ну и подписывайтесь на Бусти, если есть желание и возможность. Там выходит различный эксклюзивный контент. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Огромное спасибо Пучку за историю. А с вами же был канал Зов извне. Всего вам хорошего. И помните, что мы обязательно еще увидимся. Ведь мы с вами в одной реальности. И по-моему, наш лифт поедет только вверх.